Мы продолжаем выпуск, как подсказывают мне режиссеры, у нас наладила связь с Жомартом Карамбаевым. Я напомню, что мы хотели обсудить, как работают учителя сейчас, какие условия для них создаются. Жомарта, здравствуйте еще раз. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте с вами продолжим. Вторая попытка. Расскажите, как работают сегодня учителя, в каких условиях? Спасибо за вопрос. Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы поздравить всех своих коллег, всех педагогов нашей страны с наступающим Днем Учителя, который будет отмечаться в этом году, 5 октября. Пожелать благополучия их семьям, творческих и ярких побед в работе. Конечно же, самым главным направлением по повышению качества образования является уровень квалификации педагогов. Это всем, конечно, понятно. И отправной точки по поддержке, стимулированию педагогов. Это началось еще с принятия закона о статусе педагога в 2019 году. Вы знаете, увеличена заработная плата педагогов. На сегодняшний день более 255 тысяч педагогов нашей страны получают надбавку к заработной плате в соответствии с уровнем своей квалификации. Надбавка от 30 до 50 процентов. Введены новые доплаты. Это доплата за степень магистра, проверку тетради. Также увеличена доплата за классное руководство. С 2021 года снижена учебная нагрузка учителей с 18 до 16 часов. Ну и, конечно же, во всех регионах проводятся свои мероприятия по поддержке педагогов. Одним из ярких, например, является проведение конкурса «Лучший педагог». Это на уровне области, на уровне республики, где победители вознаграждаются денежными премиями. Кроме этого, поддерживаются педагоги, подготовившие победителей призеров международных олимпиад, конкурсов. И, конечно же, много сейчас делается для того, чтобы поднять престиж профессии педагогов. А какие новые технологии сейчас педагоги применяют в процессе обучения? Вы знаете, по данному вопросу, конечно же, в связи с тем, что в последнее время идет большое внедрение цифровых технологий, в учебном процессе многие педагоги используют цифровые технологии, используют информационные платформы, цифровые образовательные ресурсы в практике своей работы. Кроме этого, хотелось бы отметить, что сейчас очень активно участвуют педагоги и внедряют этот метод обучения с тем образования. Это интеграция, естественно, научных предметов. Для педагогов языковых предметов я хотел бы назвать внедрение такой технологии, как КЛИЛ. КЛИЛ – это предметно-языковое интегрированное обучение, которое тоже сейчас активно используется педагогами. Ну и хотел бы здесь отметить, что важным является также воспитательная работа. Поэтому вы знаете, что в нашей стране разработана единая программа «Бртутас Тарбие Багдар-Ламаса». И сейчас воспитательную работу необходимо проводить не только во внеурочное время. Это должно быть проводиться и на каждом уроке, потому что это очень важно. Спасибо вам большое. Жамарт Карамбаев, заместитель председателя комитета среднего образования и Минпросвещения страны, был с нами на связи. Спасибо. Бай-бай.